Друзья, некоторые уже, конечно, знают эту тему, преподаватели наши коллеги, конечно, ее знают, но мы подумали, что действительно ее сейчас интересно рассказать, она носит общий характер, как философский, так и, скажем, культурологический, более широкий, поэтому я просто буду показывать и каким-то образом поменять. Значит, речь идет о том, что в современной культуре происходят трансформации, и мы с вами находимся внутри этих трансформаций, которые были непредставимы, но есть только один период, с которым это можно было бы сравнить, это появление книги печали. Соответственно, суть трансформации культуры заключается в переходе от системы локальных культур к становлению нового образования, которое часто обозначают как глобальная культура. Независимо от нашего отношения, нравится нам это или нет, да, но тем не менее мы действительно обозначаем это как глобальная культура. А может так слышно или лучше как? Как глобальная культура. И соответственно, нам надо немножко поговорить о том, что мы понимаем под локальную культуру, мы попытаемся сейчас это показать. Значит, прежде всего культуру. Культуру мы будем рассматривать не с точки зрения какого-то суперопределения, потому что вы знаете, там разные подсчеты, более 120, там 200 определений культуры существуют, это бесконечная работа. Поэтому я буду только некоторое описание давать. Культура особой тех деятельности реализует систему исторически развивающих над биологическими программами. То есть все, что стоит над биологией, над физиологией, над физикой, над природой, да, это и есть культура. То есть культура это всегда воспроизведение того, чего нет в природе, или модификация того, что есть в природе. Соответственно, культура реализуется как двояким образом, это важно для нас отметить, потому что потом мы поймем, что такое локальная культура. Она реализуется как особая деятельность по созданию материальных и духовных образований, которых не было в природе, и которые составляют именно специфики человеческой деятельности. Ну, условно говоря, муравей, который создает муравейник, да, он не занимается культурной деятельностью, да, он приспособляется просто под определенные потребности. Духовные ценности для нас очень важны, ну, материальные понятно, я не разъясняю, мы идем в музей и видим эти материальные ценности, мы их можем потрогать руками. Духовные ценности нельзя потрогать руками, но они вполне реально и значимы для человека и общества, это тоже своеобразные музейные экспонаты, но говоря современным языком, они носят виртуальный характер, то есть мы их действительно не можем потрогать руками, но тем не менее, система ценностей, состоящая из таких как добро, истина, красота, справедливость, они действительно представляют собой нечто застывшее. Интуитивно мы понимаем, что они тоже меняются, критерии всех этих параметров, добра, истина, красоты, но на самом деле мы относимся к ним как кем-то западным. Соответственно, локальная культура, мы будем говорить о культуре в определенном таком условно-семиотическом плане, то есть говорить не о культуре вообще, а о культуре связанной с языком. И тогда мы увидим, что все культуры, скажем, до нашего периода, они носили локальный характер, и локальная культура выступает как система закодированных знаков, значений и смыслов, которые часто могут быть понятны только представителю данной культуры, да, и присутствуют в этой культуре как культурная память. И поэтому, забегая вперед, мы можем сказать, что общаясь с представителем другой культуры нам многое непонятно. Он из Германии туманно привез учености плоды, тра-та-та-та, с душою прямо для тенгенского. Помните, как Оренский писал Пушкин. Он уехал в Германию, погрузился в ту культуру и стал почти немцем, да, то есть он погрузился в локальную культуру. Соответственно, познание одной культуры другой осуществляется как познание некой семиотической системы. Мы вводим это ограничение, да, я еще раз повторяю, чтобы меня не упрекали, что я не всю культуру говорю. Мы рассматриваем культуру как, прежде всего, семиотическую систему, да, и, соответственно, познание одной культуры другой фактически представляет собой некий процесс, душ меня не менять, вот, как процесс некой расшифровки, да. То есть для того, чтобы познать другую культуру, мы занимаемся фактически процессом расшифровки тех кодов, которые на нас выходят, когда мы сталкиваемся с другой культурой. Я всегда привожу такой пример. Попробуйте рассказать американцам, например, анекдот о Штирлице. Вот представьте себе, сколько вам надо будет ввести годных понятий. Рассказать о том, что была война, что в ней победил Советский Союз, а мы США. Потом рассказать о периоде застоя Брежнева, как появился этот фильм. И понятно, что уже тогда смеяться не хочется. То есть они вдруг будут потерять. Вот. Соответственно, инструментом кодирования вот этой памяти, Юрий Михайлович Лотман, выступает живой язык, включающий в себя историю своего сознания и функционирования. Поэтому совершенно блестящая формула Лотмана Юрия Михайловича язык есть код плюс его историк. Язык есть код плюс его историк. Забегая вперед, скажу, это принципиальное отличие от искусственных языков. То есть за любым словом нашего языка лежит история. Но еще одну фразу скажу. Бахтин говорил. Мы можем перевести слова одного языка на значение других языков, придать им значение других языков, например, по большому какому-то словарю, но мы не можем перевести даже одного предложения. Но мы не можем перевести даже одного предложения, которые будут связаны с историей этих понятий. И вот, кстати говоря, такое отступление. Вот после перестройки все стали переводить Хайдеггер. Мы с коллегами вспоминали. Все стали переводить. Вот человек учит три недели немецкий язык, потом начинает переводить Хайдеггера. И у него работает стереотип. Хайдеггер-философ сложный. Значит, если у него встречается понятие равных, пространство, я же не могу просто перевести как пространство. Он ищет 35-е значение в словаре пространства, и мы получаем соответствующий текст. Я студентам тоже всегда советую, что есть более простая ситуация. Берем текст из московского комсомольца, переводим его не по словарю немецко-русскому, а по словарю немецко-русскому, например, «даря», но придаем значение словам те, которые имели «даря» еще в 20-х значениях. И попробуйте потом этот текст понять. Но для некоторых философов, они сегодня здесь, слава богу, отсутствуют, некоторые наши общие друзья, для них вот это запутанность является кредо-философия. Чем меньшее количество людей меня понимает, и чем меньшее количество слов я могу людям разъяснить, тем, значит, я проверю. Извините. Значит, для нас важный язык – это код плюс его историю. Понятно, да? Вот это очень важный тезис, на самом деле. Соответственно, локальность как семиотическая характеристика, я здесь говорю о локальности, но имею в виду, конечно, и классическую культуру, вы поймете потом, почему я это различаю. Локальность как семиотическая характеристика становится доминирующим признаком всего периода культуры, от устной до печатной, весь период печатной культуры, и поэтому классическая культура предстает перед нами как некая целая состоящая из подсистемы локальных Поэтому я очень не люблю тезис о всеобщей человеческой культуре. Не было всеобщей человеческой культуры. Была немецкая, французская, английская, русская и так далее. И они иногда насколько отличаются, что вообще соединить это просто невозможно. Особенно, когда речь идет о погружении. Соответственно, локальная культура. Это очень интересный момент. Дальше мы попытаемся разобрать структуру этой локальной культуры, в чем была ее особенность. Почему? Потому что мы увидим, как современные трансформации разрушают вот эти элементы локальной классической культуры. Значит, локальная культура, это первый такой важный момент, делилась на высокую и низовую культуру. Высокая культура удалена от реальности, представляет собой идеальный культурный пласт. А низовая культура, вот то, что, скажем, называют иногда культурой народной, которая реализуется в народном творчестве и так далее. Соответственно, в культуре, сейчас верну немножко еще, поясню. Так, соответственно, возникают образцы высокой культуры и низовую. И более того, постепенно становится принятым, когда мы говорим о культуре, говорить именно о высокой культуре. И поэтому часто очень там вам, когда говорят, вот вы должны быть культурным человеком, стереотипы какие? Вы там должны посещать консерваторию, музеи. Вот если вы все это делаете, вы культурный человек. А если вы этого не делаете, то не культура. Хотя ни у кого не вызывает в голове, например, странное удивление. Почему, например, на сцене, когда вам дают какой-то балетный спектакль, люди странным образом ходят по сцене? Почему люди, которые могут, скажем, сказать каким-то другим образом, поют? Причем в опере очень часто, часть людей просто не понимают текст, который поется. Более того, он может петься на любом языке. Да, но вот эта особенность высокой культуры, она рассчитана на человека, который к ней подготовлен. Более того, для этого нужны определенные пространства. Вы не можете, например, слушать музыку, не погрузившись в какое-то пространство. Это принципиально, в отличие от современной культуры, мы увидим. Ну, так как? Тут много можно об этом говорить. Соответственно, в культуре возникает ряд дихотомий, я их бегло назову, вслед за Георгием Есипановичем, Кнабе, блестящие совершенно, которые являются дихотомиями, формирующими и закрепляющими культуру. Вот первая такая дихотомия, очень важная, это прикровенность и откровенность. То есть, когда некоторые явления и формы поведения, несмотря на то, что они присутствуют в реальной жизни, сокрыты от человека. Ну, например, существуют определенные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но вот в классической культуре не было принято об этом рассказывать все. Я не думаю, что в этих отношениях что-то изменилось, и думаю, что в Камасутре уже все было описано достаточно подробно, кроме, может быть, некоторых технических средств, вряд ли цивилизации что-нибудь добавило. Но Камасутру не читали для большого количества людей. Да? И вот мы увидим, как эта дихотомия меняется сегодня. И, соответственно, вся структура воспитания устроилась таким образом, что полочки делались у родителей, да, что вот сначала я тебе даю с первой полочки, потом близко уже вторая, ты можешь, в принципе, дотянуться, а вот на третьей полочке лежит что-то недоступное. Ну, часто тоже доступное, но определенным образом. И человека привычали к тому, что ты должен к этому погружаться постепенно, формируя свой вкус и так далее. И часто оказывалось, что на самом деле, как раз когда очень открыто, ну, те, кто, может быть, посещает там людистские пляжи, вы увидите, что ничего красивого там нет. Вы видите толстые животы, там, соответствующие части тела, и вообще сразу возникает проблема, что лучше бы это прикрыть. Тогда бы это выглядело более красиво. И вот поэтому локальная культура, классическая культура базируется на, в принципе, очень такого четкого отношения и прикровенности от крови. И вот этот пример очень красивый, я его страшно люблю, «Боголь, мертвые души», как иногда возникает коллектив. Для того, чтобы разделить верхнюю незамую культуру, использовалось все, включая язык, французский язык, латинский язык и так далее. Блестящая цитата, позволю себе ее прочитать. Дамы города Энн были то, что называется презентарем. Никогда не говорили, я высмотнулся, я вспотел и я плюнул, а говорили, я облегчил себе нос посредством платка, я обошлась посредством платка. Ни в коем случае нельзя было сказать, этот стакан или тарелка воняет. И даже нельзя было сказать ничего такого, что подало бы намек на это. А говорили вместо того, этот стакан нехорошо себя ведет. Вот типичная ситуация разведения. То есть нам все время говорили, что в высокую культуру надо приходить подготовить. Я сейчас говорю немножко иронично, потому что исхожу не из того, что лучше, что хуже, а просто показываю, какая существует ситуация. Вторая дихотомия очень важная. Это дихотомия свой чужой, которая отражает запнутость и самодостаточность локальной культуры, которая часто проявляется в ее противопоставлении. То есть представитель другой культуры, я его могу очень уважать, но он для меня чужой при всем уважении, а значит в некоторых социокультурных обстоятельствах он может стать что? Врагом. Вот мы сегодня это наблюдаем буквально на глазах. И вот эта дихотомия свой чужой, она была очень важна, и культура вырабатывала в себе удивительные вещи блокирования. Блокирование информации от проникновения чужой культуры наряду с контактом. Вот это блокирование Луман. Закрытость культуры для другого выполняла функцию блокирования того, что Луман называет рискованной информацией. Культура создавала блокирующие механизмы, не пропуская в свою культуру нечто чуждое, как она считала. Это делалось иногда грубо, это делалось иногда тонко, это могло проявляться в запрете показов фильмов другой страны, в использовании языка другой страны. Таких примеров очень много. Это действительно очень любопытно. Соответственно, вот три компонента, которые тоже были связаны с локальной культурой. После возникновения книги печатания, возникла удивительная вещь, что человек перенес практически грамматические формы, которые реализовывались в печатании. Например, в устной культуре человек говорил свободно. Если бы мы с вами попытались записать диалог трех-четырех человек, которые беседуют между собой, да еще за бутылкой хорошего вина, вот представьте, как это выглядело. Скрипнула дверь, зашла кошка. Как бы мы написали это, если это надо написать? Мы бы должны были что, в скобках указать? Скрипнула дверь, а дверь в разных странах скрипит по-разному. Мяукнула кошка. Уж кошки точно мяучат. В Англии, в Китае, во Франции по-разному. Посмотрите, как это фиксируется. Ясно, что книга печатания, с одной стороны, возникнув из культуры, как естественное средство, но я им даю письменности, книга печатания, привели к тому, что человек стал перекидывать законы расположения букв, слов и так далее, на восприятие мира. Причем это проявилось везде, в ютоновской физике, в теории формации Маркса. Это линейные структуры. Человек фактически начал переносить правила грамматики на понимание мира. Вы вдумайтесь, вам часто говорят, вы говорите неправильно. А кто это установил? Иисус Христос? Он об этом не писал. Кто сказал, что молоко или молоко как правильно? Совершенно верно, розентально говорят. Но это почти Иисус Христос в русской культуре, поэтому это мы можем принять. И нам говорят, что... А потом мы видим, как меняются правила, как размываются границы. Вот раньше надо было говорить про ректоры только правильно, а сегодня можно говорить про ректора. 20% наших доцентов, раньше говорили, ходят в спортфильмы. А 20% наших доцентов ходят в спортфильмы. Учителя нас учили в школе, как правильно говорить. А сегодня допустимы и то, и то. Да, то есть языковые структуры, они меняются под давлением выживения. Но для нас важно линейность интерпретации, а за этим важный принцип, вот как раз на Федора Ивановича смотрю, принцип завершенности. То есть культура начинает реализовываться, и она связывается с принципом завершенности. Что такое принцип завершенности? Это значит, что в локальной классической культуре, если я создаю нечто культурное, оно должно быть завершено. Архитектурный памятник, симфония, роман, который я должен читать от конца до конца, даже если не хочется, условно говоря. И поэтому, когда вы приходите, там, Шнитке, например, слушать, что вам очень не нравится, ну, вам встать на глазах у всей консерватории и выйти из зала, это подвиг. Вы лучше будете похрапывать тихонечко про себя. Понимаете? Это серьезная вещь. То есть вы должны дослушать до конца. Вспоминайте сразу, как сегодня это разрушается, забегая вперед. Да? То есть вы должны полностью произведение дочитать, дослушать до конца. Принцип завершенности. Соответственно, закрытость... А, извините, не приступил. Вот. Соответственно, диалог вот между такими культурами реализовывался внутри особого смыслового пространства, который, опять же, Лотман обозначил как семиосфера. То есть пространства пересекались между собой, и между ними создавалось как средство особого идеолога пространства. Вот варианты пересечения. Культуры могли пересекаться вот так. Культуры могли пересекаться вот так. Гипотетично они могли совпадать. Да? Но что любопытное-то оказывалось? Что для представителей разных культур что было интересно? Не то, что пересекается, а то, что не пересекается. Вот это непересекаемое мы должны адаптировать были к своей культуре, перевести на другой язык и так далее. И оказалось, что это непростая проблема. Оказалось, что это очень непростая проблема. Ценность диалога оказывается связана, Лотман. Не с той пересекающей части, а с передачей информации между непересекающимися частями. Фактически делая в каком-то смысле диалог невозможным. В рамках вот этих локальных культур. В рамках локальных культур. Или сложно, по крайней мере. Вот. Что происходит сегодня? Ну что, просто упростить ситуацию. Вот сегодня мы находимся в рамках там глобализма. Происходит трансформация. Вот трансформация это внутренний процесс изменения системы, который реализуется за счет встраивания в культуру чужеродных элементов. Причем встраивание происходит постепенно, когда мы даже не замечаем, что вроде бы мы все находимся в этой культуре, а культура уже другая. Ну, как я всегда говорю, дети уже сегодня плохо знают, кто такая Баба Яга, но хорошо знают, кто такой Микки Маус. Да? Культура модифицируется. Причем модифицируется изнутри. Поэтому я вот не случайно это указал, это я, конечно, составлял задолго до этого кризиса, но вот это как актуально. А впервые я об этом написал в 87-м году, кстати говоря, в прошлом веке, да? Терминами реализации отражает тот факт, что именно та страна, которая доминирует в научно-техническом отношении, в том числе и в сфере информационных технологий, становится своеобразным культурным донором, который впускает вот эти вирусы в другие культуры, переделывая их изнутри. Причем переделывая, по определению, которое я сказал выше, вообще-то без понимания того, что это происходит. Ну, мы начинаем одинаково улыбаться, мы начинаем в ответ, как дела говорят, все отлично, хотя очень плохо иногда, ну и прочее, прочее, прочее. И в данном случае это не неуважение к американской культуре, это высокая культура, но она другая. А в том, что ее господство неизмежно в рамках глобализма навязывает нам стереотипы определенного поведения. Это легко и на множество примеров можно показать. Поэтому то, что для американской культуры является своим героем, тот же Микки Маус или там суперавтомобиль, не является героем наших сказок. А вот когда происходит такая деформация, происходит любопытная вещь. Ну, это просто, так сказать, картинка, что происходит в нашем мире. Что происходит в нашем мире? Вот, помните, я нарисовал здесь вот эти пересекающие культуры. Что происходит в нашем мире? Возникает некий единый глобальный информационный мешок, и это глобальное коммуникационное пространство, когда прежде всего средства коммуникации и средства становятся целью. То есть все культуры погружаются в этот информационный мешок. И информация сама по себе, и средства коммуникации начинают становиться целью, потому что они намязывают к нам закон общения. Да? И мы начинаем общаться по тем стереотипам, которые господствуют в этой информационной системе. То есть культуры погружаются в этот мешок. Средства очень серьезные. Потому что технологии развиваются, и многие технологические вещи, поскольку информационная система мощная, они приводят к любопытным парадоксам. Ну, например, один только пример. Сегодня событием является не то, что есть на самом деле, не то, что является фактом, а то, что медийно сконструировано. Вот, например, если бы нас не записывали, тем более нет здесь никаких источников, все, что мы сегодня делаем, это никому неизвестно. Оно медийно не состоялось. Его нет. А с другой стороны, обратная ситуация. Поставили здесь 3-4 камеры, передали по центральному телевидению, и это стало бы событием. Более того, событием может стать то, чего он вообще нет. То есть его можно сконструировать. Ну, некий фильм сделать, скажем так, если проще говорить о событиях. А человек, вооруженный в эту культуру, вообще-то говоря, уже не очень различает, где реальность, а где нет. Это очень трудно становится. И, соответственно, это мощнейшее условие, которое ни какой тоталитарный режим не мог об этом даже мечтать, мощнейшее условие манипуляции сознания. Нам кажется, что мы свободно там входим в интернет-пространство, в социальные сети, но вы, наверное, многие знаете, даже в социальных сетях, что социальная сеть подстраивается под вас. Вы знаете, что вся цепочка новой информации, это не то, что видят все. То есть если вы откроете разные компьютеры, вы мгновенно увидите, что это будут разные вещи. Я с этим столкнулся и как-то рассказывал по философскому факультету, потому что как декан часто критикую как раз людей, которые у нас занимаются рекламой, и вдруг однажды выхожу в Яндекс и вижу рекламируется философский факультет. Я так обрадовался, говорю, ну, наконец, начали работать. Оказывается, это ерунда. Просто поскольку я набираю в поисковых системах все время философские тексты, ну, философские тексты там и так далее, система построилась под меня. То есть если я приду на физический факультет, открою тот же Яндекс, никакого философского факультета там не будет. Представляете, какая фантастическая вещь? Каждый из нас думает, что он видит нечто объективное, но уже практически индивидуально для каждого из нас создано свое поле виртуальной реальности. При внешней совершенно фантастической ситуации, что все это есть на самом деле. Это серьезная вещь. Вот глобальные последствия этой вещи трудно даже представить, насколько они серьезны. Я уж не говорю о том, что вот социальные сети просто направлены на вас, если вы не вводите ограничения, известно, да? Вы можете там ограничить пользователей и так далее. Вот, соответственно, коммуникации с тежной современной культурой, в виде реконструкции событий, как реальный факт, функционер культуры начинает осуществляться по законам масс медийного смыслового пространства. Мы должны видеть, мы должны этим, то есть это должно быть красиво обставлено, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, через коммуникационное пространство, в которое погружены все культуры, они в буквальном смысле атакуются медиавирусами, и обратите внимание, второй абзац, наибольший эффект достигается в тех листах, где ослаблен иммунитет системы, то есть ее культурный иммунитет. Вот это очень здорово для нашей страны, потому что, скажем, в определенное время, там в 90-е годы, вот этот иммунитет был полностью ослаблен. То есть ощущение, что организм, если метафора проходит, раскрылся для вируса. Да? С одной стороны, свобода, читай, что хочешь, делай, что хочешь, с другой стороны, повалил такой вал информационный, что разобраться в нем стало невозможно, и начались медийные конструкции, в том числе и по фильтрации вот этого информационного вала. Понимаете, какая очень тонкая вещь. Причем, еще раз говорю, упрекнуть здесь кого-то в нарушении свободы нельзя, все абсолютно свободно. Все мы сами поглощаем. Да? Культура получает инфекционное заражение через насаждение в нее культурных стереотипов, которые вообще не вытекают из ее истории и особенностей функционирования. То есть, в некоторых случаях представителю одной культуры трудно сказать, что он в своей культуре живет. Вот, например, сейчас процессы, что все надо писать на английском языке. Вот люди, которые это делают, они не понимают, что это не просто угроза культуры. Это полное разрушение культуры, потому что через некоторое время люди не способны будут на своем языке сформулировать. Вот известный такой, ну правда, такой либерал, Гусейнер Гассан, он много работает в Германии, в Лемцике, показал очень здорово, что современные немецкие физики не могут сформулировать некоторые вещи на немецком языке. Они полностью перешли на английский язык и так далее. А вот сейчас только что в Германии закончился Всегерманский философский конгресс, и там приняли резолюцию о недопустимости перевода философских текстов, вообще текстов гуманитарной науки, где язык важен, в отличие от, естественно, на один язык. Потому что понятно, все равно это будет несвободное владение, и понятно, что с точки зрения философии это абсурд. Это все равно, что Гоголя заставят писать по-английски. Можете представить? Вот эти, или Достоевского, да, знаменитые русские фамилии, каждая из которых несет смысл, который, чтобы перевести, там в Германии целые примечания делают огромное, там Свидригаров какой-нибудь, да? А для нас это же как бы интуитивно воспринимание. Поэтому удивительно, что это не понимается на уровне управления культурой, управления образованием и так далее. Соответственно, помните, я вам дихотомии назвал. Что происходит с людьми на культуре? Разрушение всех вот этих дихотомий, которые я назвал. Я сейчас не помню, есть ли у меня здесь. Ну, сейчас чуть-чуть. Значит, разрушается дихотомий, прикровенность, откровенность. Происходит сексуальная революция. Вот Лотман назвал, что сексуальная... Вы знаете, есть оппозиция герой и трикстер. Вот трикстер это антигерой, но это оппозиция культурная. Она находится внутри культуры, поэтому герой для того, чтобы он стать героем, он преодолевается в том числе и сопротивление трикстера. Это такая культурная оппозиция. А здесь происходит что? Разрушение в дихотомии, прикровенность, откровенность. Когда вещи, которые раньше были, ну уж если мы упоминали, сексуальную революцию достаточно замкнуты, выходят наружу, да, и являются демонстрацией для всех. Ну, примеду один пример из Роланда Барда. Из его мифологии. Вот это знаменитое, знаете, произведение мифологии, статья стриптиз. Совершенно блестящая статья. Ролан Бард говорит, а это было написано к юбилею французского стриптиза, что вот чем отличается классический французский стриптиз, ну для тех, кто пока не был. Вот. Это значит, объект вашего вожделения, там мужчина или женщина, разоблачается на сцене, но есть одно важное условие. Вы не можете к этому объекту даже близко подойти. Вы не можете до него дотронуться. Да и более того, там такая система защиты, что вы не можете, скажем, с этим объектом познакомиться. Но дальше Ролан Бард говорит следующую вещь. Я выхожу из этого классического стриптиза, иду, так сказать, по улице кафе, а в кафе раздевается моя секретарша. Такой же стол, но что-то у нее не падает, музыка там не звучит вовремя, ну все понятно, когда это делается любительски. Вот это, говорит Бард, нечто иное, потому что на сцене допустимо все, а это вот совершенно другая ситуация. Этот объект можно потрогать, что-то ему сказать, похлопать по плечу или по другой части тела, да? То есть это совсем другая ситуация. Понимаете, да? Вот это очень важный момент. Разница, да? И Ролан Бард говорит о том, что вот это так происходит. Лотман потом с ним полемизирует, не в прямую, а в косвенную. Что на самом деле ситуация еще хуже, потому что сексуальная революция, есть контркультурное явление, оно работает против всей культуры. Потому что, скажем, некоторые прикровенные вещи, ну, например, ребенок может смотреть в любом возрасте. Вместо прохождения, допустим, какого-то чувства и становления, да, сказать, сексуального чувства, он воспринимает некоторые пассажи, скажем, ну, в районе там 10 лет, допустим. Вы представляете, как деформируется сознание молодого человека? Если не испытали это на себе. Дальше удар по принципу завершенности. Вот постмодернизм. Почему они выбрали для удара принцип завершенности? Ну, почему я должен Анну Каринну укладывать на рельсы? Да не хочу я как толстую, я хочу, чтобы Анна Каринна жила. И поехали, да. Система, интернет, гипертексты, мы развиваем произведения в разные стороны. О чем хочу, о том говоришь. Господство интегративных языковых тенденций. Об этом мы говорим. Доминирует английский язык, причем, так сказать, не классический английский язык, и так далее. И, конечно, нарушение для нас очень важно пропорции между высокой и низовой культурой. Что такое низовая культура во времена, а не во времена, а то, что анализировал Бахтин? Низовая культура имела достаточно узкую сферу своей реализации. Это средневековый карнавал. Да? Вот мы находимся в этой оппозиции ровной, а вот когда карнавал идет, кто там царствует? Шуты и дураки в колпаках. Они выяснеют образцы что? Высокой культуры. И это необходимо, но есть одно условие. Это не должно длиться постоянно. И вот здесь происходит самое большое изменение, когда мы с вами погружаемся в средневековый карнавал на уровне современных технологий. И вот возникают любопытные феномены. Возникает феномен поп-культуры, как доминирование низовой культуры, ставшей массовой по характеру своего производства, потребление продукта, которое широко распространяется благодаря современным средствам коммуникации. Я отправлю один пример. Мы с Вадимом Валерьевичем сегодня об этом говорили. Вот в музыке, например, это предсказал Рихард Вагнер. Потрясающе совершенно. У него есть произведение «Музыка будущего». И он там пишет о чем? Вагнер, сложив воспринимаемый композитор, да и так далее. Он пишет о том, что музыка будущего будет строиться не на мелодии, а на ритме. Почему? Потому что мелодия – это качество, которое отличает одно от другого. Если мы с вами вышли на лестничную площадку, вы говорите, я только что сочнил мелодию. А я вам отвечаю, я точно так уж сочнил. Представьте, это впечатление. И Вагнер говорит, а в будущем обществе, в массовом сознании будет доминировать ритм, то есть узнаваемость. Обратный эффект. И он вспомнил при этом Платона, что должно звучать на улицах настоящего государства. Идеального государства. Марши, гимны и так далее. А ритм – это очень хитрая вещь. Ритм позволяет направлять массу в некоторое русло. Причем масса может это не понимать. И вот Вагнер, представляете, он даже не мог ожидать технологических открытий, потому что, коллеги, кто постарше помнят, когда там возникли пишущие устройства, записывающие, всегда казалось как, что эти записывающие устройства воспроизводят реального человека. Например, Вертинского. И даже качество его могут улучшить воспроизведение на пластинке. Но постепенно технологии развиваются и начинают уже такие создаваться технологические компоненты, когда что? Решается какая проблема? Написание музыки под воспроизводящие устройства. То есть, если я пишу техную музыку, я ее пишу не под грамм пластинки старой, она не будет звучать, а под современное устройство, которое должно звучать. И вот это ритмическое пространство, оно является очень манипулируемым. Это интересная вещь, потому что здесь идут очень серьезные процессы развития. Соответственно, вот в рамках этой поп-культуры, которая лишена народных корней, я все время шучу, что вот в русском языке поп-культура удачное слово, потому что она прям по бахтину, бахтин разделял высокую и низовую культуру, вот культура ниже пояса, и культура выше пояса. Вот вся культура, которая выше пояса высокая, а которая ниже пояса низкая. Но вот в русском языке совпало, что поп-культура, она отвечает еще некоторой части, так сказать, низовой части культуры, поэтому блестяще совершенно отражает эту ситуацию. И не случайно, когда мы смотрим какой-нибудь комедий-клаб, там все шутки ниже пояса. Вот когда мы студентам однажды, вот коллеги помнят, сделали вечер, у нас там Ума Турман приехали выступать, и выступали в майке философского факультета, и приехал в комедий-клаб для студентов. У нас так даже немножко задрожали, так сказать, фибры души, потому что сальность этих шуток, она запредельная. Вот для меня, например, это очень трудно воспринимать, не знаю как для вас. Потому что там все, как и все КВИНы, которые уставили, это все шутки ниже пояса, как право. Там меньше юмора, чем сальность, скажем так. Ну, может, я уже постарел, конечно, но пытаюсь оправдаться. Творчество подменяется симуляцией, направлено на создание псевдообразов, симуляторов. Имитация выступает не просто временной подменой реального смысла, реального события, а занимает место этой реальности в создании общества и человека. Более того, люди, которые погружены в поп-культуру, начинают получать награды высшие государства. Например, вот когда последний раз наградили Виктора Антоновича, ректора нашего университета, в этом же списке шла там какая-то коп-звезда. Но это несопоставимо, да? За заслуги перед Отечеством. Там орден такой-то степени. И когда там какому-то Киргоров разуждает, как он в муках родил вот это чечиростишье какое-то примитивное, ну, конечно, все, после этого начинает все подальше развиваться. Таким образом, Слотердайк, вот музыка перевела религиозно, степени формы, причащение в архаическую плоскость и превзошло ожидание возможности поглощения. То есть это некоторое религиозное такое чувство. Федор Иванович сейчас с Слотердайком спорил, может быть, он расскажет, в том числе и об этом, да? Они недавно с ним встречались, ну, год назад, да, где-то, встреча была в Питере у вас с Слотердайком. Вот, я еще потом коснусь этой фигуры. Происходит погружение общества в современный средневековый карнавал, в условиях иной среды. Низовая культура становится официально признаваемой. Это добавляет еще интернет, потому что что такое общение в интернете в тех же социальных сетях? Это абсолютная реализация карнавала. Маски, то есть ники. Более того, вы можете злобный ник выставить, одновременно можете создать добрый ник, можете создать какой-то ник, который будет с вами беседовать. Например, перестали декана философского цитировать факультета, я создал какой-то образ и сам себе задаю вопрос, чтобы самому себя раскрутить. То есть возникает масса технологий, которые это делают. И это во все используются. В политике, конечно, безусловно. Вместо собеседников в маске, которые позволяют говорить все, что угодно, включая оскорбление, интернет переводит реальную жизнь в виртуальный карнавал, продлевая его действия. Все это было бы безобидно, если бы не некоторые проблемы. Но расскажу историю из личной, что называется, жизни. Опять же, коллеги, знаю, что когда-то в интернете часто возникают против факультета различные, так сказать, провокации, была опубликована, вот они знают, когда я был в Германии, что проектор Московского университета, декана философского факультета арестовали, значит, в Китае, сейчас его допрашивают там какое-то, имя какое-то китайское, за то, что он вскрыл какие-то интернет-источки. Да, я это все по интернету гуляла, все вроде знают, что это невозможно, знают, что я там нахожусь в Германии, тем не менее, мне звонит ректор, говорит, Владимир Владимирович, у вас все нормально, я говорю, все нормально, не переживайте, но казалось бы, ерунда, но одновременно вечером мне звонит моя дочка, которая тогда была в Москве, и говорит, папа, тут ко мне подошел директор школы и сказал, что тебя арестовали, а ты вроде должен быть в Германии. Посмотрите, а если бы в интернете опубликовали, что меня убили, а такое элементарное, подошел бы директор школы и сказал дочке, а вот я слышал там папу твоего убили, я утрирую ситуацию, но представляете, это, кстати, ответственность еще за самих себя, и провокация из конструктивной медийной ситуации перетекает в реальную жизнь с вполне реальными последствиями, поэтому, когда я отчислил однажды с факультета одну девицу, которая хамски себя повела в интернете, но не буду перечислять, суд ее через год восстановил, но тем не менее я сказал, что все равно я считаю, что я поступил правильно, потому что право и истина не всегда совпадают, в некоторых случаях я как личность готов нарушить правила ради истины, это серьезная проблема, я к этому не призываю, но тем не менее это серьезная вещь, поэтому интернет переводит реальную жизнь в виртуальный карнавал с очень серьезными последствиями, массовая культура в результате возникает, шоу пронизывает все уровни сознания, да, и возникает шоу, а шоу это любопытная вещь, просто два слова, ведь что такое шоу, вот вы можете себе представить, что перед нами сегодня выступает Моцарт, нам говорят, но для того, чтобы разогреть публику, перед Моцартом выступит Бетховен, ну я так, понятно, что времена все смешиваются, Бетховен разогреет публику, и мы потом будем служить Моцарту, но ведь то же самое сегодня происходит, да, перед концертом какого-то известного ансамбля выступает менее известный ансамбль, который разогревает публику, а для чего он разогревает публику, да потому, что это единое целое, в шоу равны и исполнители, и слушающие, и неизвестно, кто важнее, поэтому, когда спорят, там, петь под фонограмму или нет, да, конечно, под фонограмму, качество лучше, если это 100-тысячный стадион, что там думать, это не оперное исполнение, понимаете, ну вот лекции мы пока не читаем, но тоже было бы красиво, там вот Станислав вышел бы вместо меня, и шла бы запись, он бы открывал голос, и голосом там своего заведующего кафедры читал бы лекции, но я думаю, к этому тоже уже близко, может уже есть, я не знаю, я за всем не слежу, тут завкафель присутствует, может они это уже используют, но самое интересное, что вот эта массовая культура и шоу пронизывает все уровни сознания, включая и вот это фантастично науку, формируя образ науки, адаптируя информацию по законам массовой коммуникации и массового потребления, почему? Потому что ученые, я грубо скажу, нет времени, ученые нуждаются в деньгах, деньги определяются кем? Чиновникам, чиновник науки не знает, поэтому как мне добыть деньги на грант? Либо напугать чиновников, один вариант, что вот он умрет, если я не сделаю это открытие, либо наоборот обещать, например, ему продление жизни до бесконечности, вот тогда он мне деньги на грант выделит, поэтому нам, философам, очень трудно это делать, потому что мы не можем вот таких вещей обещать, поэтому грант нам дают, мало, но дают иногда. Вот, соответственно, мнение по ученым, иногда обоснованным научным результатом, или чаще не обоснованным, становятся входки в рекламном товаре, Кардонский, да, оказалось, что вкладывать деньги в персонифицированную наушку рекламную страшилки гораздо эффективнее. При всей внутренней рафинировой сложности постмодернизм, он выражает господство, философии, сознание ценности повседневности, из-за свободы мышления стоит фактически банальность, потому что постмодернизм отражает какую ситуацию. Вообще, любая форма философии является самосознанием своей культуры. Гегель был самовыражением определенного периода культуры. Вот постмодерн отражает вот это состояние попсовой культуры, во многом при всей сложности текстов, там того же Дорида и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что как он позиционируется, как этот образ позиционируется в обществе. Ну и соответственно, моя знаменитая цитата, тут есть и немецкий вариант, это для Федора Ивановича, вот Слоттерда. Ну я, конечно, философы все допускаю, но грани между философией и имитацией исчезают. Пуканье, а по-немецки «derхфурц», ну мне неудобно в этой аудитории произносить, это не пуканье, а еще одно слово, еще более крутое. Ну так догадайтесь, что это есть, да, потому что это перевел Перцев, наш коллега, я с ним все время смеюсь, что же тебе не хватило силы перевести как есть. Поэтому пуканье представляет собой некий звук, который всегда что-то означает в социальных ситуациях. Поэтому семантика пуканья сложная проблема, рассмотрением которой злостно пренебрегает лингвистика и коммуникационные исследования. Ну я надеюсь, что не все наши кафедры перешли на эмпирические исследования в этом области, но в принципе вы представляете, как все это реализуется. И как бы да, философ может заниматься всем, но должна быть внутренняя какая-то интуиция, которая скажет. Ну дальше я пропущу, есть еще правовые вещи, уже много я сказал. Давайте я на этом завершу, сейчас концовка где-то. Я здесь затрагиваю еще проблему глобализации, как раз то, что сегодня происходит, когда навязывание глобальных вот этих закономерностей вызывает, это Панарин предсказал задолго до современных событий, процессы национальной дезинтеграции. Когда культура не согласна с тягиванием их в глобальную культуру, ну это особый вопрос, я его просто пропущу. Вот. Ну давайте, все. Достаточно все. Много. Много.